Отрывок из главы шестой «Полёт на Луну» Прибыли на Луну во второй параллельный мир. Прилетели очень быстро. Создавалось впечатление, что они находились в полёте не более 20 минут. Приземлились недалеко от какого-то лунного города. Вдали виднелись высотные здания. Город был небольшой, но выглядел сверхсовременным. Одноэтажные постройки отсутствовали. Лунный ландшафт совершенно не соответствовал тому, который был известен человеку с фотографией учёных. Не было ни пыли, ни изрытости почвы, отпадающих метеоритов, никаких кратеров и впадин. Небо светило и желтоватым цветом. Поверхность под ногами выглядела ровной и чистой. В поле зрения не попало ни одной горы. Эдар, заметив, как землянка оглядывает окружающее пространство, понял её. Сравниваешь с материальным миром, вам известен первый мир. Мы находимся во втором. Они настолько же разные, как ваша материальная оболочка и тонкая. Если будешь рассказывать демонным учёным, что видела, они не поверят. Потому что вы смотрите в разные миры. Проблема человека в том, что он не способен видеть разные измерения. Поэтому, когда ему говорят о параллельной мире, он считает, что это бред, больного воображения. И любые миры стараются подгонять под то, что видит материальными глазами и может пощупать. «Вам знакома работа наших учёных?» Лариса улыбнулась, намекая на то, что инопланетяне любят исследовать чужие ноушества. Но Эдар не обратил внимания на этот намёк. «Да, мы следим за их исследованиями, но что касается техники или понимания других миров, они отстаёт от нас на много ступеней. Им надо воссоединить знания материального и тонкого миров». Как только они вчетвером вышли из корабля и зашагали по лунной поверхности, к ним навстречу направилась кучка лунных жителей. Шагая по лунной поверхности, Лариса обратила внимание, что подошвы её накаляются, становится жарко. И она не могла объяснить, почему. «Что-то горячо ногам». Она посмотрела вниз, выискивая там причину. «Включим защиту. Человек воспринимает очень малый диапазон температур», пояснила Анфрида. И, нажав на кнопку маленького круглого прибора, ссунула его Ларисе в карман. Ощущения стали нормальными. Вскоре подошли лунные жители. Среди них было пятеро взрослых и трое маленьких, очевидно, детей. Вид лунян отличался от человека и от инопланетян. Ростом они были невысокого. То есть их максимальный рост составлял полтора метра, а Эдар был на полметра выше. Лосы Анфрида имели рост среднего человека. Тело лунных жителей выглядело аналогичным человеческому, за исключением небольших деталей. Все отличие сосредоточилось на голове. Она напоминала яйцо. Волосы у лунных жителей отсутствовали. Уши напоминали большие лопухи. Глаза были маленькие, круглые. Рот напоминал рот наших деревянных кукол-марионеток. При разговоре нижняя губа у них сильно опускалась вниз, а верхняя оставалась неподвижной. Самым примечательным у них оказался нос. Он походил на детскую дудочку, которая начиналась от лица узким концом, и по мере удаления от него расширялась воронкой. Нос, очевидно, был чувствительным, потому что края воронки все время слегка двигались, то подрагивали, то сужались, втягивая воздух, то снова расширялись. Спасибо за внимание.